Небо на ладони Платье белоснежно Небо на ладони Ты несла мне нежно Разве было мало Жить с небесным браком Ну зачем гадала На любовь по картам Не гадайте на любовь Если счастливы глаза, не гадайте на любовь Все решают небеса, не гадайте на любовь Дайте сердцу подсказать, с кем делить все тайны снов С кем парить, кому отдать Небо на ладони Очень осторожно, если только тронуть Все разрушить можно Святый, кто не верит к глупому раскладу Если сердце бредит, значит так и надо Не гадайте на любовь Если счастливы глаза, не гадайте на любовь Все решают небеса, не гадайте на любовь Дайте сердцу подсказать, с кем делить все тайны снов С кем парить, кому отдать Небо на ладони Дайте сердцу подсказать, с кем парить, не гадайте на любовь Дайте сердцу подсказать, с кем парить, не гадайте на любовь Дайте сердцу подсказать, с кем парить, не гадайте на любовь Дайте сердцу подсказать, с кем парить, не гадайте на любовь Кемида по делам записи автобус государства восстановления правительства Санкт-Петербурга Мне до этого разрегистрируют брат граждан Российской Федерации Игорь Александрович и Анна Петровна Уважаемые невесты и жених Сегодня в вашей жизни незабываемый день, день рождения вашей семьи. Это важное событие происходит в одном из самых красивых, драматичных городов России, где романтия верующей, разводные москвы, дворцы и парки создают особую атмосферу. С этого дня вы пойдете по жизни рука у руку, вместе переживая нетрудные и счастливые моменты семейной жизни. Семья – добровольный союз любящих людей, крепкая и дружная семья, основа стабильного и процветающего государства. От того, какой будет ваша семья, занимает будущее нашей страны. Позвольте спросить, является ли вашей желанием, если праздник в праздник свободного и искреннего взаимного проживания детей, жениха? Да. Проживания детей, не ясно? Да. Проживания детей, не ясно? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации сегодня, 27 июля 2019 года в Санкт-Петербурге Ваш брат занят с первым. Объявляю вас мужем и женой. В честь рождения новой семьи звучит гимн великому городу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За ними родители и гости ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я в тебе ношу абсолютно всё Всё, что надо мне, и чуть-чуть ещё Вот моя спина, вот моё плечо Это всё твоё, абсолютно всё И где бы я бы не был, слышишь, мы будем навсегда вдвоём Где бы я не была, это всё твоё, это всё твоё Это всё твоё, всё твоё Я в тебе ношу абсолютно всё Ваши родители встречают по традиции, хлебом и солью И сейчас несколько слов услышим от нашей дорогой мамы Ну что, мои дорогие, вы встали на новый путь То вы были женихом и невестой, теперь вы муж и жена Должны что делать? Друг друга слушаться Советоваться с друг другом Жить мирно Не ругаться Ну иногда бывает Жизнь, она полосатая Ну желательно, чтобы белые полосы были пошире А чёрные поуже Давайте похлопаем А можно я похлопаю? Все за мамины слова Сейчас молодым Вы будете говорить какие-то слова? Ну уже потом, пусть кусают Хорошо Смотрите, у вас есть два варианта Или кусать, или ломать И у кого кусочек будет больше, тот планирует быть главой в семье Я думаю, расслабься, женщина, на всю жизнь Отломи как можно меньше Итак, под ваши аплодисменты подходите ближе Давайте болеть за наших молодых Они сейчас одновременно одной ручкой берут И отламывают по кусочку от каравая Поехали! Болеем! Игорь, Игорь, Аня! Кто за кого? Аня! 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 Болеем! Игорь, Игорь, молодец! Аплодисменты уже Покажите в нашей камере свои кусочки Аня, молодец. Я цветочек зато, вот красиво себе. Я заметила, а потом пришло побольше все-таки. Цветочек это мало. Да, тут все равно есть цветочек. Сейчас вам нужно будет свои кусочки насолить солью и после этого покормить друг друга. Солим свои кусочки. Тебе меньше есть. Можно побольше, потому что, как говорится, вы сейчас последний раз солите любимой, любимому. И больше после этого солить не будете. Все, 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 все. Так, насолили. И сейчас кормим, а мы аплодируем. По кусочку. Откусите от каравая. А что вы, я, глупо, не пуешь? Весь цветок кусти. Весь цветок с любовью отдала. Спасибо вам, наши хорошие. А сейчас наш братик Максим подает по бокальчику праздничного напитка. Мы услышим первый звон бокалов, можно будет запить. Звон бокалов. Та-дам! До дна мы вам завидуем. Они уже сами голодные. Многие пересочные. Руки дрожат. Молодцы! Мы вам завидуем. Мои дорогие, мои любимые сыночек и дочек, я благословляю вас на долгий и счастливый брак. Живите в соответствии со всеми нормами Божьими. Любите друг друга, храните верность и разложите. Совет вам, да, любую? А это вам, ваш дом. Спасибо. Спасибо. И так, внимание, приглашаем к нам в зал. Еще раз встречаем наши молодожены. Диана! Диана! Сейчас мы увидим вообще наденье. Это горькое шампанковое. И сколько будет много облаков, и дыма, столько же будет любви и счастья в жизни наших молодых. Молодец. И большая инструкция. Ну что ж, поехали! Аплодисменты у кого-то у нас нашли. Хорошо. 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 Спасибо. Аплодисменты. 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 Вот столько любви мы хотим, чтобы у вас наши хорошие Игоряне были. Сейчас давайте троекратное ура в честь полных и звуков бокалов. Три, четыре! Ура! Бокалы наполнили и я попрошу вас оваться и встретить нашу дорогую маму, жениха, дорогую, любимую, доча, доча, вам успеха, вам успеха, вам успеха! Здравствуйте, дорогие гости, родные, теперь уже все родные, теперь сегодня мы не только наблюдаем рождение молодой семьи, но и наблюдаем объединение двух семей и рождение одной большой дружной семьи. И все это благодаря кому? Игорь, 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 Игорь и Игорь. Они все равно, сколько бы вот они ни жили, сколько бы они ни росли, они всегда для нас останутся и Галешей, и Анютой, нашими детками, для нас с мамой и для папой. Дорогие девочки, я очень люблю вас и хочу вам пожелать безмерного счастья, долгих лет, счастливой судьбой жизни. Я хочу, чтобы вы сегодняшнее состояние души пронесли через всю вашу семейную жизнь, чтобы вы любили, оберегали, ценили друг друга, хоронили верность всем родным и близким и друг другу. Может, что-то я не так сейчас скажу, но я очень хочу, чтобы вы всегда были рядом с каждым из нас. Ну, не физически, но в душе всегда были рядом. Совет вам, да и любовь. И, по-моему, как-то горько. Горько! 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 И еще, дорогие девочки, я открываю сегодня начало семейного бюджета вашего рода семейного. Обнимашки вместе с мамой! Безлимитные! Целуем, обнимаем! А мы давайте выпьем за все сказанное для меня и гостей! Зволь, пока! Все вместе! Сружба! Сейчас давайте сделаем так. У нас есть правый столик и левый. Впереди будет много всего интересного. Я думаю, будет еще интереснее, если мы сейчас поделимся на команды. Поэтому приглашаю. Давайте не будем называться правым и левым столиком, а придумываем себе забавные свадебные названия. Из одного слова, кубочки, сергенчики, Игорешки, Анки, поехали! Объявляю совещание! Совещаемся. Выбираем имя своей команды, которое вы будете носить весь вечер. Яoof, спасибо, спасибо! В первую команду, которая первая звучит, готова к свое название. Первая команда, внимание, это было совместное решение? Мы решили, совещались, и я решила. Анютики или Анютины Глазки? Ну так ласково они. Слово из одного слова. Анютики. Анютики! Аплодисменты ей! Она решила Анютики. А команда согласилась. Молодцы! Следующий ролик. Вы готовы? Кто? Кто отключит название? Вам уже кто не хочет помочь, если вы стесняетесь? Он намекает, какое бы он хотел название. Ты уже сам смотри. Слово или образ? Мне кажется, надо аналогично. Игорян! Твой! Твои звонящие! Твои звонящие! Внимание! Мама! Игорян! Игорян! Тестер, началась ластевская команда с ее названием. Давайте похлопаем друг другу. Две команды и два названия. Молодцы! Вы быстро определились? Ну как же команда без капитана, согласитесь? Какие вы Анютки, какие вы Игоряшки. Поехали, выбираем капитана команды, взрослого, ответственного, готового принимать решение. Ты будешь весь вечер отбиваться, капитан. Готовься. Тут родился капитан, я чувствую, ему уже рады, ему уже несколько секунд. Здравствуйте. Добрый день, Максим. Здравствуйте. Аплодисменты ему, с тобой уже, наверное, все знакомы, братик нашей невесты. Максим, еще раз царские аплодисменты, перворезные аплодисменты, вот он он. Вот так встретили капитана ваши будущие, может быть, советники в конкурсах. Но как же зовут вашего капитана, господина команды? Не знаю, его зовут, как его зовут. Андрей. Андрей и его авансы щедрые, громкие, шикарные, спасибо большое. Итак, у нас два капитана и две команды. Ждите испытания, батлы, конкурсы. Капитаны, готовьтесь, подкрепитесь, может быть, подвыпейте побольше сока, чтобы сахарку добавить. Уже готова, да? Хорошо. Хорошо. А тем временем мы готовы услышать следующее поздравление близкого и любимого человека. Это наша дорогая помощь невесты. Аплодисменты ей! Видите, кто вас поддерживает? Вообще не переживаете, правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие гости! Ну, гости – половина моей дети. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, основная часть. Я представитель семьи Жудковой, большой семьи. У меня почти 40 человек семья. Представитель от себя и от мужа Петра Алексеевича. Поздравляю своих детей, родную дочку с приобретением мужа, нового сына, для остальных, любимого зятя. Было такое, у нас был гостяк, а я своим детям говорю, ну, что вы на него носили? Как на своего? А он отвечает, так я же свой. Так что, поздравляю вас с днём бракосочетания. Желаю вам большого семейного счастья. Вот, например, с папой прожили уже 43 года. Вам желаю прожить столько, сколько нужно. Нас, конечно, пересекалять нужно. Желаю вам крепкого здоровья. Всем гостям спасибо, что приехали на наше большое великое торжество. Поздравляю вас с днём бракосочетания. Викторина называется «Правда или ложь?» Сейчас будете получать миру, призы и подарки от молодоженов. Приглашаю всех участвовать. Не тогда не ошибётесь, я вам помогу. Значит, например, давайте дадим к детям первые вопросы. Хорватия. Игра «Правда или ложь?» А значит, я спрашиваю, правда или ложь, что в Хорватии в день свадьбы попозы бросают яблоки в колодец. Правда, ложь? Правда. За ручку вижу, подхожу, никого не слышу, кричите, не кричите. Но видела я ручку. То есть вам я подойду, если вы нам в микрофон скажете, чтобы я никого не обмануло внимание. Правда. Как вас зовут? Андрей. Андрюша, откуда вы знаете? Вы были в Хорватии? Нет, интуиция. Андрюша, а кто был в нашем молодоженах? Сестра. Аплодисменты сестре нашей молодожене. Вы от невесты верно? Пошутите, пошутите. Верно, да, бросают яблоки в колодец в Хорватии молодожены. Молодец, верный ответ. Андрей, это только начало. Андрей, пригодится вам подарок? Да. Конечно. У меня руки всегда вернут. Давайте покажем подарок, Андрей, чтобы запомнили всех, у кого следует снимать подачу, у кого есть перчатки. Следующий вопрос. Китай. Внимание, правда или ложь, что в Китае на свадьбе по максимуму присутствует не белый цвет, как у нас в России принято свадьба, поэтому чистота белого цвета у нас с этим ассоциируется, а синий. Правда, ложь? Рукучку вижу, подхожу. Внимание, первая рука. Как вас зовут? Артем. Артем, что думаете? Это ложь. Аплодисменты ему. Верно, ложь, конечно. Ведь должен присутствовать на свадьбе не синий у китайцев цвет, а красный. А вот белого цвета китайцы вообще отрягают на свадьбе. Малайзия. Малайзия. На президиуме. Правда и ложь нам придумывала я. Или нет? Наверное, правда. Внимание. Правда. Овации нашему гостю, чтобы детей, говорит, побольше, было верно. Только не сырые ядечки дают обороны. Они что-то не разобьют все, да, после свадьбы идти домой. Как они там будут идти тебе? Не донесут. Держите ваш приз. Не донесутся. Следующий вопрос. Бали. Правда или ложь, что на Бали подпиливают зубы жениху и невесте? Проблажь. Внимание. Как вас зовут? Александр. Со стороны жениха. Невеста Александр. Со стороны жениха. Брат-невеста. Брат-невеста. Я поняла. Это, наверное, все братья с женами сидят. Это его наше невеста. Поняла вас. И что вы считаете? Подпиливают зубы на Бали. Да я считаю, что подпиливают. Чтобы они меньше ели. Чтобы они меньше друг друга грызли. Молодцы. Откуда знаете? Вы жили, что, Бали? Александр, у вас подарочный сертификат для молодых. Не пристать сертификат. Очень достойный, красивый, интересный. И мы хотим знать, что же там. Держите его и зачитайте. Аплодисменты, Александр. Внимание, сертификат дает мне право не участвовать во всех конкурсах на свадьбе. Что-то у тебя футболок. Есть что добавить? Подни его. Знаешь, что добавим, любимый? Он, конечно, есть. Чуть-чуть не тренируется. Потому что данный сертификат дает ему право сейчас вот во всех конкурсах. На сегодня насочнёт. Мы шанс-какайте, Александр. Конец, поднём вас. Следующий вопрос. Америка. Знать ли это, что афроамериканцы, жители нашей Великой Америки, ну или нашей, Обязательно на свадьбе у афроамериканцев должна присутствовать митуа. Правда, ложь? Мамульчик, давайте присоединяться. Как вы думаете? Митуа у афроамериканцев. Как думаете? Ну что, ложь. Давайте маме похлопаем. Мы вас подбадриваем, участвуйте в следующем викторе иногда. Ничего страшного, потому что почему-то афроамериканцы любят держать рядом с тобой на свадьбе миту. Но у меня для вас утешительный, мама Павелара. И это подарок нашего дорогого жениха. Для вас приготовленный на память этой свадьбы. Всегда вы не собираете напоминать об этом змеи. В Финляндии следующий вопрос. Ребятки, кто знает, тот не кричит. Давайте не будем подсказывать своему соседу. Не будем никому помогать зарабатывать подарки. Все в семье, все в семье. В Финляндии, правда или ложь, что в этой стране, в день свадьбы, когда молодым дарят подарок, или конвертик с денежкой, или это чайник. Всегда говорят, молодые, я вам даю подарок, и я туда положу вот такую-то сумму. Или я вам даю вот такой сервиз, и я его купил за такую-то сумму. Отзвучивают ли цену подарка Финляндии? Отзвучивают. Правда, ложь? Внимание. Нет? Ну, конечно, озвучивают, надеюсь, глазами. Овации нашей русской красавицы, знающие финанские обычаи. И у вас тоже сертификат для молодых. Что же там? Да, сертификат, а это не право. Периодически и жизнь у молодоженов. И еще и пить чай с печеньем. Одни минуты. Аплодисменты этой красавицы. Молодцы. Молодцы. Хотя сегодня, если честно, все ваши гости читают сертификаты между строк. Реально. Я не буду даже говорить, что там, но это тоже хорошо. Нет, можно я дам вам? Можно, конечно. Внимание. Я объявилась в Питер, и просто теперь знаю, куда мне пойти. Молодцы. Вы в гости? Вы приехали от куда-то? С Екатеринбурга. С Екатеринбурга. Оренбург. Как? Оренбургская область. Оренбургская область. Овации еще раз нашей гости. Побольше вы таких активных. Спасибо вам большое. Уже огромная отдача от вас в гости. Все участвуют. Мне очень приятно. Это большая поддержка. Что же, мы приближаемся к предпоследнему вопросу. А это вопрос у нас из серии «Правда или ложь из Сахары?» Сахары – жаркая страна, пустыня. Солнышко палит каждым днем. Правда или ложь, что в этой стране чем больше, крупнее, толще жених, тем завиднее, прекраснее. Каждая невеста хочет себе такого пупсика. Так, у вас есть желающая. Как вас зовут? Ирина. Конечно, правда. Потому что там жарко, воды нет. А это такой мужчина всегда найдет пупчерк, боится кормить свою девушку. Эти овации и на ВАУ! АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина – приз. Видишь, чем толще невеста в Сахаре, тем труднее, чем труднее, тем завиднее. Немножко ошиблась, но ничего, да? Завершивающий вопрос из викторины. Это Шотландия. Вопрос из Шотландии. Правда или ложь, что в Шотландии в день свадьбы невесту обливают грязью? Понимаю. Это он. Как тебе зовут? Олег. Олег, тебе аплодисменты за неверный ответ. Он такой молодец. А что вы не тропаете? Говорю же, аплодисменты. Неверный, но старался. Не заслуживает овации. Держи тебе лампочку. Держи тебе лампочку. Предлагаю поаплодировать друг другу за вершение. Это Виктория. Спасибо большое всем за участие. Екатерина, сестренка невесты с Елисеем и Полиной. Встретите друг другу! Выходите к нам в нашу помощь. Да, я хочу еще сказать, что мой дорогой любимый муж, хоть он и не с нами сейчас здесь, но он хочет тоже вас поздравить. Включаю громкую связь. Любимая, тебя все слышат. Поздравляю. Так что-то связь опробовалась. Мы сейчас попробуем еще разозвониться. А пока скажу я. Я очень-очень люблю мою Анечку, нашего милочка. И я бесконечно от всего сердца действительно очень рада, что в нашу семью пришел именно такой человек, как Игорь. И не только Игорь. У нас уже появился такой замечательный дядя Олег, и дядя Света, и все родственники, но очень замечательная семья. Я от души, я вас поздравляю Игорь и Ане. Желаю вам счастья, любви. И хочется сказать, что чтобы долго жить и быть всегда ближе друг к другу, надо немножко поменьше своего личного эго и побольше думать о другом. Вот тогда семья будет крепкой, это правда. И вот где и свадьба, и на всю жизнь хочу, чтобы вы так друг друга относились. Целуйте, обнимайте, цените, уважайте, прощайте, помогайте, мечтайте, доверяйте. Довите, удивляйте, делитесь, понимаете, свалите, вдохновляйте, заботитесь, защищайте, балуйте. Да, Ань, ты тоже играла, не только Ольга, да. Берегите, 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 берегите. Любовь свою, правильно? И очень-очень счастливо друг с другом живите. Давай. Сейчас посмотрю, я работаю, и мой муж. Он очень хотел вас подбирать. Он меня поднимает. Связь плохая пишет. Но сейчас попробую еще раз один звоночек. Он очень хотел присоединиться, поздравить. Мы ждем, мы тоже хотели голосование еще ждем. СМС пишите. Да, тогда поздравить вас лично, позвонить вам. Вот если будет звонить, я пройду. Хорошо. Мы вас очень любим. «Бойка» 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 «Как ты сейчас обнимаешься с Катюшей» А нам немного, друзья, давайте мы вместе. Звук вокалов. Мы встречаем молодых жёнок. Они будут сажать это зелено на наших глазах. Пока они выходят, давайте клоп. Любимая одевает попросивее перчаточки. А любимые попросивее, кому как удобнее. Давайте им похлопаем, они не мучают, переживают. Все, кто хочет заснять фотографии, приходите к нам. Сейчас в наших глазах будет посадка семейного дерева. У ребят есть совсем пустых горшочек, как когда-то были пустые отношения. Но сейчас в них зародится любовь. Сейчас приглашаю, кто у нас глава семьи возьмёт своё деревце. А любимая будет ему помогать. Всем привет! Давайте справляемся. А мы поддерживаем аплодисментами. Пасадка первых верных отношений. И это дерево занимоделизирует их семью, их любовь. То, к чему они будут идти, к большому-большому и мышному деревцу. И каждая тросточка в этой семье будет носить свой смысл. Это все вы, дорогие друзья, кто здесь сегодня присутствует. Каждый листик – это частичка каждого из вас. Молодые будут ждать, менять горшочки этого дерева и наблюдать за плодами, которые оно принесёт. Потому что, скорее всего, это большое-большое и могучее дерево, когда оно вырастет. Это только сегодня, но такое же маленькое, крупкое, нежное, как и их отношения. Потому что семья вот-вот только зародилась. Они только недавно стали мужем и женой. Судя по улыбкам, у них всё получается, они уже довольны своим растением. И растение ведёт себя хорошо. Ну а теперь, чтобы оно не завяло ближайшие часы, как и любовь, конечно, давайте её вдвойне поливать любовью. Правильно? Водичкой, конечно. Овации молодым. Поливаем молодое растение. Все получилось. Встречаем. Первое семейное дерево. Мы посадили фотосессию. Покажем своим детям. И вы посмотрите, что вы молоды. Покажем своим детям. Если там нет, я всё равно названий. И пусто напоминает вам о том, какая была ваша любовь. И какого-то старания. Будете дома уже нас поздравиться. Делим обязанности молодых. Игорь Аня, чья обязанность в вашей семье носить юбку? Аплодисменты Ане, конечно. Не слышу аплодисменты. Следующий вопрос, чья обязанность в вашей семье зарабатывать? Видимо, классно. Чья обязанность в вашей семье не зарабатывать, а тратить? Кто зарабатывает, а в твоей карте? Молодцы. Чья обязанность мыть посуду? А кто будет ругать детей? Да я ругаюсь ругать детей. Ориенкова. Конечно он. А кто в вашей паре всегда ответственный за то, что в лице он красивый? Не задумался. Аплодисменты. Самый красивый. Жилье для нее обязанность. Следующий вопрос, кто будет всегда лежать перед телевизором? А у нас мы не смотрим. Задумались. Хорошо. Следующий вопрос, кто лучше будет ориентироваться в холодильнике? А кто будет его тогда не опустошать, а наполняет продуктами? А кто будет набивать его не продуктами всегда, а пивом? Максим. Мой вопрос. Это Максим. Все знают его. Идем дальше. Чья обязанность завершиваться на работе? Максим. Чья обязанность с вами вечеринке в семье? Максим. Большую роль занимает Максим, я поняла. Максим. Сейчас, надеюсь, будет не Максим. Чья обязанность всегда первым целовать? Максим. Чья обязанность первым пощать? Давайте похлопаем. Если же правда, но молодец. Чья обязанность съедать все сладкое в доме? Что будет проверять дверь, когда кто-то стучит? Максим. Кто будет в вашей семье ответственным за то, чтобы громко-громко чихать? Максим. Вы поднимайте. Вы поднимайте, поднимайте. Кто, кроме Максима, Олеговича Хайкова, в вашей семье? Кто будет быстрее объединить? Максим, ведь порно. Максим. Кто будет каждую ночь тянуть одеяло на себя? Кто будет всегда ездить в командировке? Максим. Аплодисменты Максиму, он признался. Да, бывает так, что он принимает участие в садах. Максим. 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 Кто ответственный за то, чтобы громко-громко в вашей семье смеяться? ООО! Максим. Аплодисментами! Так, давайте, ребята, подготрым поддержим аплодисментами. Кто всегда будет носить кофе в бассейне? Кто всегда будет носить кофе в бассейне? Жестные слова и скруваторы. Раз, когда можно то, чтобы December,ary Friday. pair and Ryan may full of old meal, Пандесяц. По хлопами они вдвоем будут подниматься в коридоре вёдир. И он и он так это сделает друг другу приятное, Предпоследний вопрос, очень важный, но предпоследний вопрос. Чья обязанность, обзвонить всех родителей вашей семьи? Мама! Аплодисменты! Аплодисменты! Спасибо большое! И последний вопрос. Чья обязанность помнить о годовщине вашей семьи в этой тате? О, Боже, она главная команда ваша. На этом наша категория завершается. Спасибо вам большое! Поклопаем, молодых! Вы поделитесь, и поделитесь! Ребята, у вас сложная задача, но я думаю, как минимум, вы немножко присправитесь, у вас есть половинки, поэтому задача звучит так. Прямо сейчас не нужно на сцене от вашей команды, кроме вас, чтобы было еще три женщины и один парень. Будет хорошо, если это будут половинки вашей и того парня, которого вы выберете. Это честна, да? Кроме вас еще три девушки и один мальчик. На сцену под ваши овации. Прямо конкурс «Угадай мелодию» банально и просто. Впереди вас находятся четыре прекрасных кнопочки, одна лучше другой, на которую вам следует нажимать, чтобы победить, когда слушаешь свою мелодию, знакомую себе, и не только мелодию, но еще и помним того, кто исполняет эту мелодию. Но будет сегодня немножко необычно. Даю вам по инструменту. Работает? Проверьте. Ой, не то дало. Это мне. У всех работают молоточки. Прекрасно. Мальчики, можно ли это использовать сегодня на этом банкете? Вы разрешаете себя лупить по кнопочкам? Нет, мы не можем. Мы принимаем парню. Парни дали согласие, поэтому с удовольствием. Плачите. Отомстите любимому за все. Плачите. Плачите. Сейчас мы будем слышать мелодию. И нажимайте на свои кнопочки. Только тогда, когда помним, что за песни и кто ее поет. Хорошо? Репетиция. Давайте сначала похлопаем девчонкам. Они переживают, мальчикам похлопают. Они тоже нервничают. Маллела, и что я там девчонкам дала в руки? Итак, поехали. Первая мелодия. Есть. Как вас зовут? Ирина. Ирина, что за мелодия? Кто поет? Касманов. Да, Мариечка. Дяльно. Есть. Поглопаем. Поглопаем. Внимание, Молоточкина готовы. Слушаем следующую мелодию. Поет. Можешь, ты для его девочек. Кто уже не поет, чтобы extraordяснить. Здравия. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя? Сейчас, worser. Верно! Дальше будет сложнее. Внимание на готове, девчонки. Поехали. Внимание. Верно. С каждым действием сложнее, поэтому дадите шанс. Поехали дальше. Гардемарины, а нет, пора порадуемся. Три мушкетера. Верно. Гардемарины, а нет, пора порадуемся на своем веку. Красавице и губку счастливому крику. Пока, пока, пока. Мальчики, вам не больно? Много. Мне привыкли. Ну, было. Репетируем, а то Жуна понравится, они будут потом и дома продолжать. Да, у меня. Следующая мелодия. Песенка. 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 Девчонки входят во вкус, мальчики тоже, поехали, следующее. Сложно. Сложно. Это ж так и надо. Все говорят. Вместе угадают. Аплодисменты активной пары. Внимание. Девчонки, наготове? Не больно тебе? А то он так переживает. Сложно. 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 Вот и как. Давай еще. Нет, ну ааааааа. Попробуй. 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 Кто-нибудь бейте? Да не знаю. Кто поет? Врата! Врата! Идеально! Врата! 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 Поехали! Внимание, следующая мелодия! Стоп! Первая желающая. Я даю ей микрофон. Это песенка. Срабила, да? У тебя есть комментарии? У меня не сильно больно. Можно еще разок? Не тяни время. Да, да. Даже не знаю зачем, просто бьют. Врата Гара. Что они делают? Они таксуют песни вместе. Верно! Любите девушки! Да! Поехали! 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 Музовисты! Сам себя! Я как Сада Музовиста! А так! А поем? Молодцы! Музовисты! Учитесь, мужчины, как надо, выказывать любимые. Итак, внимание, последняя, верно? Последняя, она, вот, ее каждый знает, поэтому я вам, да. Поехали! Поехали! Смотрим! Что? Вернее, горох! Давайте сейчас, вернее! Я к тебе скучаю, я тебя с вами получаю. Ты за них кто, даже не скучаешь, но я к тебе скучаю. Спасибо вам аплодисменты! Спасибо вам большое, наши любимые, наши хорошие, наши сбелые. Зададаю нам бабушку, нашего дорогого жениха. Аплодисменты ей! Аплодисменты ей! Аня, Игорь, с сегодняшнего дня вы единое целое. Я безумно счастлив, что вы нашли друг друга. Я хочу, чтобы это целое вы пронесли через себя многие годы. С праздником! Дорогие, Игорь и Анечка, поздравляю вас с самым замечательным, с самым светлым днём вашей жизни и любого человека. Самый-самый светлый. Я, конечно, бабушка из прошлого века. Поэтому всё, что желается, любить, дружить, у меня переходит в другие слова. Терпение вам. Большого-большого терпения. Терпение, трудолюбие, стремление, чтобы у вас всё скорее было. И, конечно, большой-большой людей. Дорогие молодые родственники. Я, конечно, многих знаю. Многие почувствовали, что такая бабушка, может, недовольная. Но мы родные теперь хотим этого и не хотим. Мы будем терпеть, да, что... Терпеть, я, я терплю тебя. Есть такое. Я хочу сейчас сказать одно. Ой, футболист идёт. Кто у нас футболист? Кто-нибудь помнит? Игарёша. Нет, Игарёша. Я помню, у меня три внука. Ну, много, но все они прошли через мои руки. От рождения и по сей день. Вперёд, вперёд, вперёд. Многих уже нет. Нет наших родителей. И вот, конечно, Игарёша... Игарёша. Футболистом Игарёша звал дедушка. Игарёша. У него был дедушка Гена, который его учил водить машину. Или что? Нету людей. Уходят люди. Но память-то остаётся у вас, в руках, в мозгах ваших, в ваших детях, к чему вы их научите. Всё это от вас, от того поколения, которое жило раньше. Поэтому, пожалуйста, вы молодые. Всё будет и хорошее, и оправдывание, и плохое. Но не забывайте своих дедов, бабушек. Помните хотя бы, когда-нибудь за столом, ой, а помнишь, бабушка говорила, у меня был такой дедушка. Это память. Больше никак не вспомнишь. Больше никак не вспомнишь, не сможешь делать. Поэтому, пожалуйста, молодая наша слуха. Не обид, ничего, чтобы не было плохого. Только внимай, внимай, познавай, как мой внучок один сказал. И всё это для своей семьи, не для нас, а для своей семьи. А нам будет большая и большая радость. Вот такая вот проблема. С Игорем мы прошли, конечно, много. Ладно, я обрекусь, праздную. Вот я вам написала. Не могу, я надеюсь, я не могу. Как мы жили друг без друга? А, извиняюсь. Не могу я надеяться на тебя. Как мы жили друг без друга? Не пойму. Не пойму я. А чего и почему? Не могу я надеяться на тебя. Победите, любуйтесь и помните, что вы сами создали свету. И поэтому живите дружно. А вот здесь другие слова. В нашей жизни всякое бывает. Набегает с лучами гроза. Туча уплывает. Ветер утихает и опять синеет небеса. Опять будет хорошая-хорошая жизнь. Ну и, Анечка, это тебе. Я навстречу дорогому... А, я навстречу дорогому не стерплю. Сама пойду. Где бы он не затерялся, все равно его найду. В жизни бывает другое. Не пешок, не злись, ничего. Беги, ищи и веди домой. И моя такая просьба к вам... Даже не просьба, у меня тоже сегодня... А, я забываю. Это самое. Сегодня у меня тоже счастливый день. Я сегодня своего ребенка передаю в другие руки. Вашу заботу, вашу любовь. Чтобы я надеялась, что вы моего ребенка всегда поддержите, всегда поможете. Поэтому я обращаюсь к вам. Любите, любите своих родителей. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое за новые слова. Дальше не будем мешать обниматься. Выправляем прикол пить. Здравствуйте, молодец. Давайте, ребята. Больше, 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 больше. Стрелярина, объявляется ваш медленный танец «Молодожен». Под ваши овации встречаем мужа и жену. Поддержим и громче, громче, громче. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Наполняем бокал, чтобы у тебя все было наполнено. И вот-вот я объявлю следующего нашего гостя. Внимание! Объявляю следующих наших долгожданных гостей. А это Андрей и Юля. Громче, громче, громче! Андрей, брат, Юля, поддержка! Я за вашу фираж, чтобы вы нашли все, что я не знаю. Постоянно, довольно-таки очень большой, но это не самый интересный, как экран. Но то, что такое, очень интересное для меня, как для романтики, как для интересных предложений. И для меня, ваши знакомства, тоже интересные. Но, что могу одно сказать для тебя, Игорь. Поздравляю! Катя! Катя! Где она? Теперь ты можешь попасть в нашу группу в контакте официальном. То есть, я отобрали. Наконец-то, да. То есть, я буду с вами против. Конечно. Катя! Дайте, я буду больше. Катя! 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 Всего хорошего вам! Всего доброго доброго! Любви и счастья! Катя! А все остальное, как бы, будет. Желательно, чтобы вот такие, вот как вокруг меня бегают, побольше вам. То есть, вот это... А все, да. Что-то, какая-то, минимум, зафига дети тебя любят. И они к тебе тянуться, самое главное. Катя! Катя! Дорогие наши молодожены! Счастливые такие, такие нежные, романтичные! Поздравляю вас! Желаю, чтобы дом вместе потянулся у вас на всю жизнь. Чтобы в вашей семье было весело и радостно, как сейчас на свадьбе. Чтобы дом всегда был теплым и уютным, каким он у вас и является. Чтобы ваш совместный путь освещался в удаче и светом добра. Не другая! Нет, не его. Горька! 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 Ну что ж, теперь обнимашки, давайте их отнимем. Нет, еще! Двое! Горька! Горьк! Горька! 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 А пока не обнимаются, давайте прогугим ее личного напитка. Всем вместе двум боковам! Предлагаю, прогугим! Кто родит своих первенец? Вот, да, верно. Мы угадали. Дайте я подгляну, дайте я подгляну, чтобы хотя бы я интригала. Сохраняла внимание. У ребят сейчас в этих золотых ведерках по распашонке. Розовый и голубой. У кого какая, вы не знаете. Я сделаю вид, как будто я тоже не знаю. Подсказывать молодым не буду. Но у них сейчас будет семейное совещание. Спасибо большое! Анютки шумные очень. Спасибо вам. За кого? Кто решение будет? Кто будет доставать? Аня или играть? Пусть Аня. Одно ведерко, дай туда, в одно ведерко. Выбери такое и доставай. И вот кто там появится, какого цвета? Ну, я хочу дочку или сына. Ну, я думаю, что у вас там все. Давай посмотрим, кто будет первым. Он выбрал тебя. Доставай, кто первый будет? Это понятно, что двое. Можно дать трое. Браво! Аплодисменты! Спасибо большое! Аплодисменты! Дорогие наши, не крикарные. Я, честно, хотела речь подготовить. Старалась, но все забыла на работе. Поэтому будем своими словами обходить. Во-первых, хотела сказать, что, глядя на нашу пару, очень радостно, что хорошие люди встречаются и создают пары. Это очень отрадно. Еще хотела сказать, добавить. Была очень трогательная речь бабушки Игоря. Очень трогательная и правильная. Чувствуется. Трогательная и самосковая. Да. Хотела сказать. Может быть, разлучили это банально, но любите друг друга. Помните, вопреки бытующему мнению, любовь ни во что не трансформирует. Любовь либо она есть, либо нет. У вас она есть, вам повезло. Поэтому старайтесь сохранять свою любовь. Оберегайте и подпитывайте. Бойка. Бойка. Бойка! 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 А пока они обнимаются, обсудуются, мы выпиваемся. Правда? Давайте выпьем. Давай. Ну а сейчас я рада вам представить нашу дорогую сестру Ирину с Галей. И с доченькой Ириной Юлечкой. Верно все? Аплодисменты! Вношу хорошую. Мы вас ждали. Минутка слабых. Пока Галя подготавливается, мы с Юлией начнем. Внимание. Тише. Дорогие наши молодожены, пока младшая сестра подготавливается, мы с племянницей Юлечкой начнем с дочкой своей. Хочу сказать, что вам сегодня было сказано очень много важных для вас пожеланий. Но самое главное пожелание – это уважение друг к другу. Оно нужно всю жизнь. И уступайте друг другу, потому что в жизни всякие бывают ситуации. Любовь, она, конечно, должна присутствовать, но уважение и взаимопонимание, то, что вы друг другу уступали, не кто за кем-то там один бегать должен, а вы должны друг другу уступать. Это самое-самое важное в том, чтобы семья была сильной и крепкой. Потому что я с своим мужем прожила, у меня самый лучший муж. Он сегодня тоже бы смог присутствовать, но присоединяется к нашим пожеланиям, поздравлениям. Он вас любит, он вам писал, вы их читали, видели. И еще хочу сказать, что мгновение каждое цените, минуты каждое наслаждайтесь. Как в этот день всю жизнь любите, и ни на них не расставайтесь. Будьте всегда вместе, и все свои победы, переживания, невзгоды вместе переживайте. Ни с кем их не делите, только друг с другом. Вы будете всегда жить крепко, долго и счастливо. Ну и, естественно, ждем племянников, племянницу и племянника. Извините. Стойка! Стойка! Обнимашки! Извините, не знаю, вам даже вы сегодня никому не отказываетесь. Я вам не буду нацелуить. Моя любимая сестра Анечка, я очень рада, что ты нашла своего человека. Когда ты познакомила меня с Игорем, я сразу поняла, что это твой человек. И он сразу стал мне братом. Мы очень сильно сдружились, и по сей день мы очень хорошо общаемся. И я благодарна тебе за то, что он появился в нашей семье. На самом деле, настолько здорово, как бы было ситуация в жизни, веселых. И я хочу пожелать вам, чтобы вы друг друга ценили, понимали, никогда не ругались. Просто нужно друг друга слушать. Слушать, понимать. И не нужно сразу кому-то психовать. Поэтому нужно находить за ним понимание. Не нужно уходить в лес. Как вы любите, это делать что один, что другой. Потому что иногда меня, может быть, не оказаться рядом, и я не смогу вас искать. Поэтому давайте просто... У вас все будет хорошо. Я очень рада, что вы вместе. Что, наконец-то, моя сестра брела мужа. Она очень сильно об этом мечтала. Да, здорово, конечно. Меня не видно, но ладно. И я очень знаю, что вы любите очень всякие штуки. Особенно они любят фотографии. Поэтому у меня вот для вас такой небольшой подарок. Но я не совсем успела подготовиться, как бы, поэтому... Сейчас я покажу немножко, а сгорную, посмотрите сами. Давай, давай, смотри. Это фоточки в полароиде. Ну, такая, знаете... Фотошки в полароиде. Да, в наше время очень такая редкая штука. Вот здесь. Есть такая фотография, где Аня с братьями. Он очень любит эту фотографию. Это четыре ее брата. А, три. Вот эта фотография была сделана недавно. Аня говорит, давайте, как будто мы на Титаники. Вот эта фотография. И это я украла с его страницы ВКонтакте. Там было написано... Да, это лес, в котором я живу. А вот это моя любимая. Вот эту фотографию делала я, Дана. Да, шедевр от Гали. Вот. И это еще одна фотография. Это место, где живет Игорь. И вот тут еще фарочка. Ну, не фарочка, а так, прилично их. А сейчас вы можете... Давайте послупаем Галле. Спасибо. Да, вот. Еще один шикок вы можете посмотреть. Есть фотография у Игоря. Вот с мамой. Просто я выбрала ее, потому что здесь очень... Ну, вы знаете, да, фотографии, которые сделаны неожиданно? Они самые здоровские, да? Просто искренние эмоции. Вот фотографии есть. Мы этот Данин все пили, и они смогут вспоминать о вашем подарке. О, блин, они дарят. Клепка, клепка. Клепка, 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 клепка. Внимание, дорогие гости. Хочу обратить внимание на то, что у вас, нашего женика, уже выиграл свой приз. А на место делать скромный вид, на самом деле, она тоже выиграла приз. Давайте ей поклобуем. Хочу вас наградить грамотой самого спокойного и достойного гостя. Вы, наша царица и царина, наша жемчужинка этого банкета. Еще раз овладьи. И у меня есть для вас достойный вас сертификат. Внимание. Итак, сертификат дает мне право. У вас две нет права? Да. Да, дает мне право. Сертификат дает мне право. Набли машин с невестой. Прекрасно. Поклопаем маме. Итак, обнять вы ее еще успеете, правильно? Хотя она уже идет. Давайте поклопаем любимую мамочку. Именно она, когда ей сшили. Ну, а также для Людмилы поцелуй невесты, чтобы он запечателся на всю жизнь. Вот в такой рамочке поклопаем маме. Видите, она срабатывает какую-то подарку от нашей невесты. Конечно, это пасыруют рамки от невесты. И я попрошу вас дать мне один пальчик. И мне сканер покажет, что у вас в кровушке такое, что вы весь вечер открывали. Готовы? Готовы? Готовы, наша леди. Пальчик. Внимание, поехали. Слушаем. Уровень алкоголя в крови минимальный. Все честно. Конфет с подарком не пустой. Желание танцевать 47%. Необходимо срочно добавить в кровь алкоголь. Чувство усталости отключено на ближайшие 5 часов. Сканирование завершено. Спасибо. Интересно. Вы тоже звываете, да? Я вас ждала. И она дует тоже. Давайте, поехали. Идет станирование, подождите. Дышать мне не нравится. Гуру до 77%. Пошуете колбаску. Тело сложение идеальное для танца. Чувство скромности и статей не обнаружено. Желание пофлиртовать присутствует в умеренных количествах. Сканирование завершено. Спасибо. Идет станирование, подождите. Интерфины пошли, фантазия, пошли. Как же я до дна эту ночь ждал. Уровень желания победить во всех конкурсах. Ты зашкаливай. Это на вас похоже. У вас очень нежный палец. Нажмите на экран сильнее. Еще сильнее. Еще, еще, еще. О, да, девка. И супер. Станирование завершено. И что у меня с темного телефона? Чмолки, чмолки. Максим, вы не удивлены, знаете? Вы вообще молодец. Едет следующий, смельчак. Компания. Игорешки. Андрей, капитан, команда. А он сидит, молчит, такой. Я поднимаю водичку. Поехали. Пальчик готов? Та-да. Едем. Идет скорость, вы подождите. Уровень подготовки к празднику максимальный. Желание вернуться сегодня домой полностью отсутствует. Случай усталости объект готов танцевать босиком. Желание вернуться на работу в ближайшие три дня не обнаружено. Это да, да? Станирование завершено. Спасибо. Интересно. А вам интересно? Продолжаем? Да. Конечно. Они вообще о людях не против. Ну, давайте начнем с мальчишек. Готов? Олег. Давайте он мягкий пальчик. Та-да. Откройте. Поехали. Идет скорость, вы подождите. Добление в норме. Залучши. Пульс в норме. Внимание! Обнаружен вирус. Это вирус отличного настроения. Передается всеми путями. Попробуем. Мы не против. Передавай. Это вирус не завершено. Спасибо. Замечательно. Следующий. Готов? Поехали. Идет скорость, вы подождите. Объект не поддается скалинованию. Подумайте о чем-нибудь приятном. Ооо, это слишком приятно. Прекратите меня смущать. Была бы я немного помолучая, мы бы шарили. Это не я, но... Судя по вашим мыслям, вам уже есть с кем сегодня шарить? Они читают ваши мысли. Да нет, дедащину. Спасибо. Он пишет, да? Я люблю, вы видите. Аплодисменты нашему гостю. Давайте похлопаем. Всем, кто только что предоставил нам. Малерийский! Спасибо вам большое за эти вопросы. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Встреча с вами, ты для тебя счастливым, и ты встретишь в своей жизни достойного человека, и ты счастлива. Я тебя вызову. Еще вас амбасами поддержим. Будущую невесту, Возвожжание! Будущая невеста счастлива, и для этого наполняются бокалы, потому что у нас есть следующее поздравление. У нас все будет поздравление дорогих, волшебных, красивых и нарядных, любимых гостей для наших молодоженов. А это Линда и Саша, брат Анны. Аплодисменты! Внимание! Этого события мы ждали год. И, если честно, я верила, что это произойдет до конца и не верю, что мы сегодня наконец-то дождались и мы все здесь собрались. Потому что я не встречала вообще в своей жизни людей, которые за год бронируют и все делают. Стоят в бешеной очереди, в минус тридцать, шесть часов на улице, выбирают рестораны, цветы, оформление, свадьбу. Это так прекрасно, что есть люди, то, что мы с Сашей, которые объявили всем родственникам, чтобы позвали, дату освободили. Я желаю, вы такие молодцы, что у вас есть стратегическое планирование, постановка целей, реализация задач. Это важно в нашем мире, такой план. Но, знаете, от себя мне хочется, чтобы все-таки нотка спонтанности присутствовала в вашей жизни. Потому что, ну… Экспромт. Небольшой экспромт, драйв какой-то. Может быть, не всегда все по плану будет идти. Ну, вы не думайте, что все так. Вы молодцы, это все спланировали, но жизнь на этом не кончается. Надеюсь, что у вас есть план пятилетки, десятилетки. И у вас все получится, потому что это уборство, настойчивость, энтузиазм. Вы такие молодцы, что, знаете, подарили людям праздник. Потому что сейчас можно было поехать в путешествие, можно было сделать регистрацию. Это вы настоятельно собрали всех родственников. Вы хотели, чтобы все мы повеселились. И так здорово, потому что праздников так мало в жизни. Ну, реально случается. Потому что в основном какая-то, ну, там, бытовуха, там, работа, дом. Ну, а вот праздников реально, где люди раскрываются, расслабляются. Ну, все такие раскрылись с другой стороны. То есть мы в таких, ну, как бы, не видели людей, вот, ну, таких разных граней в проявлении себя. И спасибо вам большое за это. И мы рады разделить с вами это событие. И мы хотим вам пожелать, ну, чтобы вот вы плыли по жизни, да, своей. И вы не думали, что все будет легко и просто. Потому что будет по-разному. Чтобы вы были к этому готовы. И чтобы удача, милость, я не знаю, кто как назовет, она всегда была на вашем пути. Спасибо. Еще есть церковь. Я как старший брат. Здесь представитель отца. Он мне звонил, сказал передать вам поздравления от него. Он следит онлайн за всеми событиями. Благодаря общей усилии. Все молодцы отправляют фотографии. Вот. И передать свои благословения. Чтобы ваша семья была крепкая, сильная. И у вас для этого есть все. От себя хочу пожелать вам счастья, любви, взаимопонимания. И рассказать, что мы всегда будем в вашей жизни. Так что вы всегда можете прийти к нам, в нашу семью. И получится там тепло, кровь, заботу, любовь. Я думаю, здесь много людей, которые рады будут вас видеть. Пусть это любовь и энергия, которая здесь собралась, благословит вас на счастливую семейную жизнь. И ваш корабль плывет по волнам, преодолевая все трудности и препятствия к светлому будущему и счастливому настоящему. Ну, и как отец строит детей, я желаю вам детей. Это не просто, но супер. Горька! 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 А пока они обнимаются, давайте пригубим. На счет 3-4, 3-5, на громко урок. 3-4! Ура! 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 Молодцы, Музбаканов! Под ваши аплодисменты мы приглашаем к нам Игоря и Анну на эту сцену. У нас песочное церемония. Громче, громче, громче! И так перед нашими молодыми совсем пустой сосуд. Как когда-то были их отношения. Но уже в них тогда давным-давно зародились эти горошины. Первый взгляд, первые свидания, первая искра любви. Сейчас я предложу нашим молодоженам наполнить этот сосуд песочком. И какая будет насыпь, такая и будет у вас яркая и разнообразная жизнь. Поэтому вы можете загадать, желать, какая именно полосочка за какой пойдет. Ведь обе, и ни одна из них, ни черная, обе будут очень яркие, насыщенные, полными красок. Давайте им похлопаем. Наш жених откукоривает бутылочку, как глава семьи, да? Громче, громче! Мы с вами, мы вас поддерживаем, да? Ну и теперь решайте, кто из вас первый примет это решение. Или это будете делать вместе. Делаем насыпь бутылочки, которая остается вам на память об этом мире. Давайте похлопаем. Похлопаем, конечно, они переживают, нервничают. Это будет смесь буйных красок. Жизнь будет очень разнообразная. И насколько сплетутся каждая группинца из этих пищинок, настолько будут сплетены жизни наших молодоженов. Они будут крепко-крепко держаться друг друга за руки и никогда не отпускать. Уже что-то получается, согласны? Да. Очень красиво получилось. Не будем скупиться на овации. Полная бутылочка счастья напоминает об этой церемонии. Глава семьи ее закупоривает, чтобы ничего оттуда никуда не улетело, никуда не делось. Давайте покажем фотографу, нашу бутылочку с любимой. И отлично закрывается. Давайте похлопаем, и вместе с этим сувениром вы можете присаживаться. Что только не желали нашим молодоженам. Согласитесь, счастья, любви деток. Вот сколько, на самом деле, уже, по-моему, все возгорали наших молодых, что только не желали. Но как это все счастье деток, уют, тепло, уместить без дома мечты. Куда же им вернуться туда, где их будет ждать, их любимая семья, объятие Игоря, объятие Анютки. Когда и он, и она будут возвращаться и понимать, что именно там его всегда ждут. И неважно, какие бы ни были передряги на работе, в жизни, но в семье максимум возвращаются. Но все-таки у ребят должен быть дом мечты. Конечно, должен быть дом мечты личный. И поэтому, внимание, сейчас задание не только для капитанов, но и для команд. Поэтому, команды, прислушивайтесь, ничего не кушаем, смотрим глазками и вникаем. У наших капитанов в руках строительные материалы. Это спагетти, как могли бы показаться, да? И сладкие изделия из кондитерской. Так вот, это вам только может казаться. На самом деле, это строительный материал. У вас сейчас будет баком двух команд. Какая из ваших команды победит, да и будет круче. Молодожены запомнят все, сделают вывод. Они будут все смотреть, запоминать. Мобильные телефоны ваши будут все снимать. Поэтому сейчас, капитан, внимание, задание. Ничего еще не делаем. Вам нужно построить из этого дом мечты для молодоженов. У кого он будет круче, лучше, с бауной, джакузи, бассейном, тот и победит. Поэтому на счет три пишем своей команде. И команда вам помогает. Три-четыре. Поехали! Строится дом мечты для молодоженов. Соперничество. Две команды сейчас вот-вот. Одна из них парень, и двоих. Они строят дом мечты для вас. А вы должны будете сделать это. Молодцы запоминают. Смотрят. Что же там такое строится? Кто ждал из нашей погоды? Я надеюсь, что там будет страшно. Южная жизнь плюс ингидиабровка для него. Я же бассейн себе построил. Баланиного, да? Ждем, ждем. Да, вы пошутили, я понимаю? Тем не менее, значит, детки, что из этого бассейна, и что вместе можно купаться и так далее. Поехали, придумаем речь. Вы с нами, нет? Вы ходите к нам. Давайте выйдем. Поддержим капитана. Пошлите. Конечно, все аплодисменты своим напарникам. Вот ваши любимые, красивые. Здесь, здесь, вот они. Молодые, любуйтесь, какая у вас поддержка. Итак, внимание, я даю Максиму микрофон. Он озвучивает то, что он желает этим домам молодым. Что он построил, что в нем нет, чего желает. А далее присоединяется остальная команда. Внимание. Смотрите. А, кстати, можете подойти? Можно, жених отместить. Ну, серьезно, как вы далеко? Подходите к нам поближе, мы будем рады вас видеть. Конечно, как-то раз. Давайте, у нас командная игра, как говорится, да? У нас там, ну, я скажу, вот, в принципе, вот, мочезарные моря. Смотрите, вот, как набегают волны. Видите? Набегают? Вот они вот набегают, набегают. Набегают. Смотрите дальше. Смотрите дальше. Здесь стоит мангал. И приезжают шашлыки. А, нет, осыпано цветами дальше. То есть, как бы, какая красота. Они за лапу наш стиль. Впервые в Санкт-Петербурге. Проездом из Нью-Йорка в хитрый Тель-Аль-Вив. Двухомы, квартира с бассейном. Вот это бассейн. Жакуси в пяти режимов. Можешь плавать, можешь не плавать. Второй этаж с возможностью построить третий свар. И перед первым этажом газон. То есть, абсолютно легкий газон. Это джакузи и бассейн. И с начальной потерянкой его не было. А это не обязательно. Как-то не было. Заказали, привезли. Обратите внимание, здесь газон плохо выстрижен, потому что Игорь плавает. Джакузи. Да, мы ехали. Он тоже выбирает так. Но надо, надо подпадать. И самое главное, у Игоря есть возможность продолжать. Второй, третий, даже четвертый. Ну, он с вами может быть. Увеличивать его, то есть, возможности площади очень большие. Ну, это вы разберете. Да, это можно сами. Ты волны не трогай. А вот волны. А тут помидор. Помидор. Это за куски, через огарон. Это просто помидор. А что дальше? Это клумба. А! Это клумба. Это анимо, произведение искусства. Они живут в цветах. Ромашки. 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 Конечно. Ты можешь прокомментировать, что это такое? Что это такое? Это бассейн. А еще что есть? А еще что там? Корабль. Есть корабль горки плот. О! Молодец! Сказал! Вот это здорово! Есть еще что добавить команда? Или вы сдали уже слово, все сказали? Нет. Ну, кучи. Можете говорить теперь вам. Аплодисменты команде Анюшкин. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Я молодец. И сейчас слово предоставляется команде Игорешки. Верно? Игорешки, вам аплодисменты. Игорешки, это команда. Команда, давайте рядышком, становитесь капитаном. Бегите, бегите к капитану. Рядышком, рядышком, конечно. Такого сутки вы могли заснять. Капитан, вот оно, потеряните. Рассмотрите, на фото. Ну что, наша презентация какая? Это не только... Даю микрофон, вас не стоит. Так что, давай. У нас здесь отображен не только домик, дом мечты, но и квартира. Пятиководная. Да, пятиководная. Класс. Значит, в доме мечты у нас самое главное, что есть это? Это семейный очаг. Вот, видите, как это прошло, да. Который, это огонь, который горит. То есть, дом с камином, скажем так. Конечно, шикарная крыша. А там дулина. Этот деревянный куст символизирует густой, красивый лес, находящийся рядом с вашим домом. Вот. Ну и количество вот этих опор, это сигнализирует количество детей. Так что, давайте, старайтесь. Так, поднять комнат, чтобы всегда вы гостеприимны будете встречать. А вот это, вот это самое главное, это будет зарплата Игоря. Беллия, Андрея. То есть, дюймите. Всегда в том. Всегда в том. Может, это не так красиво, как с теми декорациями, которые были собраны со всего стола, но у нас гораздо больше. Есть что добавить, команда, или все сказано? Все сказано. Все сказано. Аплодисменты обоим командам. Молодцы, вы, Саша, вы, Руцаревна. И сладкий, нарядный, интересный, трябующий, твадебный дом. Аплодисменты обоим командам. Аплодисменты обоим командам. Покупаем красивый, нарядный дом. И сейчас отрезаются самые первые кусочки тортика для наших дорогих родителей. Глава семьи по традиции держит нож, а супруга ему помогает. Аплодисменты обоим командам. Мы с ними не переживайте, только с ними не переживайте. То есть, вы, поскольку не рыли. И лопаткой может помогать, моя любимая. Ну-ка, ну-ка, я же поддержки, аплодисменты. И сейчас свой кусочек отнесет наша дорогая невеста для нашей мамочки-жениха. Первый-первый кусочек под аплодисменты. Мама-жениха, держите. Это для вас. А следующий кусочек отнесет наш дорогой жених, маме-невеста. Мама-жениха, держите. Мама-жениха, поэтому все остальные гости могут насладиться этим кусочком тортика из рук официантов. Официанты, вот, вот, разницу каждому по кусочку. Чуть-чуть попозже, стоит немножко подождать. Под ваши эмоции, мамон-жениха, присаживаются. А-а-а! И Мила. Победальная тетя нашего жениха. Громче, громче, громче. Мы не устанем, мы только разогрели! Поколёк, Анюк, поздравляю вас с таким торжественным днём. Ну, что хотим пожелать? Действительно, пожеланий было очень много. И таких правильных, жизненных чувствуется. Люди вот, как бы, прожили это всё и желают то, что действительно оно нужно. Да, любовь, она действительно, как бы, как сказать, это не основа семьи. Любовь, она нужна, но больше важно уважение семье. Уважение, самое главное, что хочу пожелать, вы сейчас становитесь личной семьёй. И уже, вот, личные желания не личными. Сейчас мы должны, как бы, смотреть в одну сторону. Моё мнение лично, Анюк, то, что счастье семьи больше зависит, наверное, от женщины. Потому что, если муж приходит домой и видит счастливые глаза такие, как у тебя сегодня, если ты будешь это на протяжении всей жизни держать, то у вас будет самая счастливая и самая сильная семья. Поэтому, самое главное, любви вам и счастье. Всегда, как сегодня, друг друга ценить. Всегда, как сегодня, всю нежность давить. Всегда, как сегодня, всем сердцем любить. Всегда, как сегодня, счастливыми быть. Горько! 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 А пока они обнимаются, целуются, предлагаю прикупить праздничного напивка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я тоже. Это женская, наверное, такая вот солидарность. В общем, мы вас любим, Анюта. И еще знаешь, что я тебе хочу сказать? Вам хочу сказать. Это тоже приходит с годами. Мы начинаем тянить время. Вот те ссоры, которые идут по молодости, они есть, безусловно. Мы можем местами не разговаривать. И сейчас мы смеемся и тоскуем над этим, что мы съели у себя это время. Не нужно этого. Пожалуйста, не обращайтесь. Даже если вы поссорились, на утро проснулись, миритесь. Не тяните вот этот раздор. Вы проживете более счастливую жизнь. Я всей нашей семье. У нас много родственников, которые сегодня не могли присутствовать вместе с нами. Но мы все очень вас любим. И вот хотим, чтобы вы прожили долгую, счастливую жизнь. И помните, ваше счастье только в ваших руках. Вот захотите быть счастливыми, вы обязательно не будете. Поэтому будьте счастливы. Работайте над этим. Это тяжелый труд. Где есть терпение, понимание. Я не знаю, взаимовыручка. Какая-то вот, ну не знаю. Друг за другом вы должны бороться всегда до последнего. Крепите свою семью, союз вы крепите. Ну а мы всегда вам только в помощь. Поэтому помните, всегда мы вас любим. Мы вместе с вами, мы радуемся всем вашим радостям. Ну и горько, горько родные наши. Поздравляем! Третья! Третья! А пока не целуются, мы что делаем? Внимание! Давайте встретим семейный очаг, аплодисментами, и похлопаем. Внимание! Готовы передать. Ведь каждый очаг переживает все семейные вьюги и невзгоды. И сейчас мы попросим нашего Максима поджечь свечи мамам. Мама, поджигаются свечи. Внимание! Похлопаем Максиму, чтобы все получилось. Максим! 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 И вот сейчас загорелись наши свечи у дорогих родителей наших мам. Как когда-то давным-давно загорелись очаги у наших дорогих мамулечек. Они хранили и оберегали, чтобы этот семейный очаг никогда не погас. Чтобы он пережел все юрии, ненастья, все непогоды, все ветра. И чтобы ничего не могло погасить это пламя. И сегодня наши мамы его сберегли и готовы передать своим детям этот семейный очаг. Чтобы и у них он так же долго-долго горел до этих плодов. А может быть даже больше и больше. И они его так же будут хранить и оберегать. Поэтому сейчас мы просим наших мам вместе синхронно давайте передадим семейный очаг нашим детям. Поджигайте маму! Под ваши аплодисменты загорается семейный очаг! Внимание! Перед тем, как я приступлю к следующей части, я бы хотела дать мамам слово. Что именно вы желаете своим детям? Что именно нужно, чтобы сохранить этот семейный очаг? И первое слово давайте маме и дадим. Много я говорить не буду. Я только хочу, чтобы вы умели слушать и самое главное слышать друг друга. Понимать и любить. И все у вас получится. Вы сумеете сохранить свое очаг. Перед вас. А я хочу, чтобы у вас было желаю вам терпения друг другу, терпения, еще раз терпения. Когда у вас семейный очаг, будет гореть всегда. Без терпения не бывает семейной жизни. Золотые слова. Ну а сейчас попрошу наших дорогих мам, мамы, задувайте свои свечи вам на память. Мамочки, думайте. Спасибо вам большое. Аплодисменты, мама. Давайте похлопаем, мамы, попросим присаживаться за места. Присаживайтесь. И действительно, мама остается на память об этом дне. Громче, громче, громче аплодируем мамам. А у нас остаются наши молодые. И сейчас мы хотим вам пожелать. Все, что нужно, самое ценное, самое важное от родителей вы услышали. Вы запомнили. Самое главное не только в это помнить, но еще и применять в семейной жизни. Ведь на самом деле бывают большие вьюги, ненастия, волны. У каждого, у каждой семьи они свои. Оберегайте, сохраняйте свой семейный очаг, чтобы никакая вьюга, никакие ненастия не смогли его погасить. Помните всегда об этом дне. И чтобы как можно дольше его сохранить и помнить этот огонек с этого дня, я предлагаю его вам задушить. Для чего? Для того, чтобы в каждую годовщину, а может быть даже, бывает так, что вы поссорились в ссору, внимание, зал, вы могли его зажечь и напомнить своей половинке, что ты первый готов примириться. Или ты первая. И тем самым намекнуть, что пора уже не помириться, хватит дуться. Поэтому не обязательно это делать в годовщину. Но будем беречь эту свечу. Поэтому сейчас попросим залом всем вместе вас задувать эту свечу. Задувайте! 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 Вместе сихранно дувайте! Задувайте! Овации, аплодисменты вашим любимым! Овации, аплодисменты вашим любимым! Семейный очок! Короче, мы берегаем! Мы вам всего-всего желаем хорошего! Присаживайте! Максим! Так как все едят, пьют, наслаждаются атмосферой. Вы не только со мной согласитесь, что еще не было такого момента, когда в танцах был бы такой стиль танца, как русский. Русский стиль! Русский народный танец! Русский стиль! Но не было, согласись, не было еще. Русский народный танец! Поэтому тебе нужен помощник! Как ты думаешь, кто это будет? Бери его! Ее? Итак, мы сейчас с вами будем наблюдать на русский народный танец. Но с условием, переходящим в конкурс. Итак, внимание! Поехали! Танец овации! Ам kind going LAUGHTER Вы вернете! Хорошо! Мы вас завидуем! Танец овации! Молодцы! 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 Итак, внимание! Стоп! Все, кого они приведут, должны делать то же самое! Никто не вернется на место! Поехали! Стоп! Приведи друга! Каждый! Приведи друга! Каждый! Каждый! И наша самая с напарником! Приведи друга из дома! Мамулечки! Выходите! Конечно! Продолжаем! Мамулечки! Мамулечки! Поехали! Мамулечки! Мамулечка! Мамулечки! Встрет Achse! Мамулечка! Поехали! Мамулечка! Тams! Игра Casa�ании! ancing! Не знаю! Я вб fibre никому! И говорят! Другой возвращается на сцену с половинкой! Никто не садится! Никто! Мы больше наших дорогих любимых, красивых И продолжаем на сцене. Поехали! Глава Баусь! Другого романа! Молодых можно хватать, чтобы все были на сцене! Жду всех на сцене! Всех-всех ждут! Выходите к нам, будет весело! Обещаю! Поехали! 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 На этом все не закончилось! Поехали! Делаем цепочку! Внимание! Озвучиваю условия конкурса! Максим! Давайте я с вами! Аня, куда? Поехали! Тут цепочка соединена, но с Максимом объединяем условия конкурса. Значит, музыка стоп! Ребятки, чтобы все поняли, что дальше будет происходить это важно. Те, кто внутри, например, мы с Максимом, любая другая пара, они выбирают тех людей, но весь круг должен держать ручки, кстати, вверх. Давайте поднимем руки вверх и пошли, пошли, пошли. Чтобы все запомнили. Так, все идут, идут, идут. Да, могут озвучить среду, среду. Молодцы! А мы с Максимом такие в кругу оказались и думаем, блин, кого же там бежать? Давайте выдумки. Нет, так нельзя делать. Да. Мы вместо вас становимся, а эта сладкая парочка держится крепко, но отпускает тех. Мы становимся вместо них, а мы должны сделать то же самое. Выбирайте и вбегайте, иначе будет вам подвох. Скорее, скорее, скорее! Выбирайте! Поехали! А Харапот движется! Други вверх! Харапот движется! Шире, шире, шире! 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 Други вверх! Други вверх! Ребят! Стоп! Поехали! Выбираем! Друг движется! Давайте, давайте, поехали! Скорее, скорее, скорее! Скорее, скорее, скорее! Давайте, давайте, давайте! Стоп! Стоп! Итак, внимание! Ребятки! Вы не успели, не добежали! Условия конкурса — это те, что тот, кто не добежит, не успеет вбежать в любящие врата наших напарников. Они должны будут танцевать в стиль этой песни, которая звучит. Внимание! Стиль песни! Слушаем! Мы танцуем! Поехали! Слушаем! Поехали! Слушаем! 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 Музыка, поехали! Скорей, 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 слушайте! Дружники, меня, меня! Стоп! Музыка! Музыка! Стоп! Беремся золотушки. Поехали! Бегаем, бегаем! Какого же, кого же? Пойдем, пойдем! Мой шестерок! Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали. 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 Поехали дальше. Поехали. 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 Старайтесь, приумножите все те слова, которые нам сказали отдельное спасибо, хотелось бы сказать родителям за то, что мы сейчас здесь стоим, мама, уже вторая мама, папе отдельное спасибо, всем братьям, бабушкам, сестрам, всем большое спасибо, потому что здесь вы были поддерживать нас, нас очень любят. Спасибо вам большое, что вы действительно вложили всю свою любовь, заботу, доброту, все, что могли бы мне дали, я вам очень благодарна за все, что у меня было, есть, будет, я вас очень люблю. Жаль, что мамы нет, но он с нами в такой работе у нас. Спасибо вам, что ты приехала. Так же, благодаря вам с мамой, давай я маму, мне как раз плохо было бы поговорить о маме, но в то время я уверена, что так, что у мамы не нужно время. Вот спасибо вам за то, что вы воспитали такого стена, он действительно достойный человек, но и то, что он такой отзывчивость, внимательность, и у меня это очень приятно. Я счастлива, что у меня достойный человек, у меня встретился такой человек, как Игорь. Я действительно очень рада, и я считаю, что это в этом есть и ваше пословище, мать, собственно, да. Естественно, спасибо вам большое, я очень счастлива, что теперь мы стали семьей. Кажется, спасибо всем моим родным, братьям, сестрам, которые нашли время, возможность приехать сюда, в Санкт-Петербург, и прийти с нами, нашу радость. Потому что для меня эта песня очень важна, я очень люблю себя всему, и моя семья, это у меня в сердце. Для меня это очень здорово. Слава, тебе спасибо большое, что ты с сыном приехал, удивительно, это понимание. Я очень люблю, я рада, что ты приехал, ну, один единственный зять, с которым с вами приехал, что я достала, он уже сам улыбнулся. Спасибо, Галь, и тебе, что ты помогал вместе спать, и, как, приехали за нами, и, как, реализации, и просто поддержку. Спасибо, Ирина, ты мне, как мама, и всегда. Ну, ты так относишься ко мне, и, как руководитель. Я всегда чувствую вас, спасибо, что, несмотря на то, что она не смогла приехать, и приехала, и была на этом с вами представителем вашей семьи. Я вас всех очень люблю, и я рада, что у нас стал ум, что мы стали семьей, тетя, чтобы мы так и увидели своего мяника, и надеясь, что мы действительно сможем стать семьей, и вы не обвините вашу семью, и мы действительно будем обвинять. У меня это очень хотелось. Спасибо всем. Дай Бог, чтобы мы здесь как-то очень добрые и счастливые, как родители, как бабушка вот говорила. Действительно, всегда это очень важен, ценно. Всем спасибо. Мы очень счастливы, поэтому... Дай Бог, Дай Бог! На этой ноте я с вами прощаюсь. Спасибо большое всем всем. До свидания. У нас сейчас перед ним музыкальная пауза. Танцуем, пляшем. Всем хорошего вечера. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok